здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на канале свой лад настраивайтесь на свой лад подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях чтобы ничего не пропускать на нашем канале мы будем рассказывать вам об интересных людях о том чем они стали знамениты чем они жили чем они живут как сложилось как сложились или как складываются их судьбы мы будем вам рассказывать об интересных музыкальных инструментах которые предопределили звучание популярной музыки на многие многие десятилетия мы будем вам рассказывать о хороших интересных произведениях музыкальных литературных художественных любых мы будем рассказывать вам об альбомах которые стали многократно платиновыми а также о тех аудитории которых к великому сожалению стали только избранные слушатели но тем не менее эти пластинки от этого хуже не стали наша творческая группа надеется что вы дорогие зрители будете смотреть нас часто рекомендовать своим друзьям и что у нас с вами сложатся замечательные отношения спасибо вам оставайтесь с нами гитарная мастерская что вам приходит в голову когда вы слышите это словосочетание может быть какое-то огромное помещение фабрика или же к примеру не знаю блок какой-то в промзоне но на самом деле мы с вами сейчас находимся в спальном районе москвы коих в столице огромное множество и сейчас мы видим что гитарная мастерская может разместиться на площади которая приблизительно равна площади комнаты в квартире мы идем в гости к известному гитарному мастеру сергею львовичу рождественскому сергей львович рождественский родился 26 августа 1966 года в горьком в 70-е годы вместе с родителями переехал в москву а в 1983 начал работать на фабрике мэфми московской экспериментальной фабрики музыкальных инструментов в 1986 году прошел школу повышения квалификации под руководством мастера владимира макаровича беатова специализируется на реставрации и воссоздании акустических гитар в том числе и антикварных здравствуйте сергей львович спасибо что согласились принять участие в пилотном выпуске youtube проекта свой лад сейчас весь интернет пестрит сайтами и объявлениями услуг гитарных мастеров все-таки гитарный мастер кто он чем он занимается и чем он не занимается что такое мастер это надо отправляться к китайцам наверное существует два понятия мастер и профессионал вот соответственно профессионал он профессионально может выполнить какую-то работу а мастер который сделает вокруг себя целый мир в котором он будет жить эту работу делать где людям будет там приятно находиться они будут знать что из этого мира этого мастера получится все хорошо и и будут они полностью уверены в нем вот то есть мастер содержит мастерскую покупает разные станки инструменты чинить профессионал может прийти к любому верстаку и профессионально выполнить какую-то работу вот называться конечно приятнее мастера скажите пожалуйста в каких случаях следует обращаться к мастеру в каких случаях может быть следует обращаться к профессионалу если следовать вашей терминологии а в каких случаях это может быть бесполезно или таких случаев не существует в природе и мастер может буквально все мастер может буквально все профессионалы обычно работают у мастера вот так что обращайтесь хотите к мастеру хотите к профессионалу вот починить и воссоздать можно все что угодно то есть любой музыкальный инструмент здесь стоит вопрос о стоимости этой работы есть такое понятие как ну как разумность оплачивать такую работу если цена ремонта превышает там две трети стоимости инструмента или там три пятых наверно стоит призадуматься но в основном люди гитары очень любят в основном люди покупают эти гитары у них с этим с этой гитарой с этой покупкой гитары связаны какие-то истории люди привыкают к инструменту и не хотят с ним расставаться то есть профессиональные исполнители конечно относятся к гитаре несколько по-другому это средство заработка она должна быть в идеальном порядке она должна быть мастером или профессионалом подогнана таким образом что человек мог отыграть двух-трех часовой концерт и не устать чтобы она была надежной чтобы она была прочной чтобы ее можно было возить в различные гастроли человек который музицирует дома находится совершенно других условиях него это как бы предмет культа он это предмет отдыха который он от гитары получает и энергетику и успокаивается и естественно для своего такого родного человечка вопрос про деньги не станет никто не даст гарантию что вот эта деревяшечка будет звучать как-то лучше чем вот эта деревяшечка когда гитара уже соберется до готовности тогда можно понять получился инструмент хорош или не получился комплекс комплекс случайных совпадений если это конвейерная работа и необъяснимая наработка мастеровая когда у человека просто получаться начинать когда начинает чувствовать что вот это вот здесь надо потоньше здесь надо потолще деревяшечку взять здесь на 2 побольше выстрогать сферу напрячь это происходит интуитивно объяснить это или написать книгу по поэтому не представляется возможности поэтому все книги которые написаны про изготовление гитары и написаны мастерами неудачник ни один нормальный мастер никогда не сочинил книгу как сделать гитару очень простой причине чем дальше развивается тем он больше понимать что объяснить он этого не сможет как в идеале работает фабрика фабрика имеет очень уфа на фабрике есть очень точные станки которые можно отстроить очень хорошо она бы они будут делать то же самое очень много ручного труда который на самом деле не нужен этот ручной труд очень хендмейт не нужно вручную строгать гриф рубанком когда есть копир не нужно вручную шлифовать деку когда есть шлифовальный станок можно только немножечко дорабатывать и те детали которые вылетают из-под станка и в принципе в идеале фабрика работает как есть фабрики уважаемые которые давно накопили прекрасный материал у которого есть на лесопилках свои эмиссары которые вот это бревно они отобрали для своей фабрики они распилили выдержанные заготовки вылежались все это время работают склады все это время платятся деньги за аренду за осмотр за вентиляцию за осушение потом из этого материала будем называть это мастер но как мастер участка номер четыре не в плане мастер плане мастер участка он отбирает материал вот он видит что здесь вот материал очень хороший обычно они все конвертом уже раскладываются из этих из этих дощечек собирается гитара просто собирается гитара она чуть-чуть лакируется все приклеивается дальше на нее можно поставить струны из тысячи инструментов предположим пускай будет сто инструментов вот сто инструментов натянули струны отстроили начали играть из них из этих 100 инструментов при условии что материал очень хороший 20 инструментов прекрасно играют сразу еще не разыграны а 80 не очень хорошо играет из этих 80 20 играют еще как-то а из оставшихся 40 но они уж слишком одинаковые получились играют одинаково конечно есть такая теория что гитара разыгрывается в дальнейшем но пускай она и остается пускай гитара разыгрывается будем это иметь ввиду но и сразу гитара сразу из-под из подстанка тогда можно первые 20 инструментов разобрать и отдать на украшение на тонировку каким-то удивительным лаком на установление какой-то инкрустации по кантам по подставке по пикгарду по головке по накладке грифа то есть украсить гитару изумительно перламутром настоящим там цветными металлами полудрагоценными драгоценными камнями и влупить за эту гитару там скажем 10 тысяч долларов и это будет оправдано потому что уже заранее ясно что она играет то есть она играет не за того что она инкрустирована не из-за того что там отобрали материал на всех априори хороший материал а просто так получилось объяснить это может только господь бог если он вообще соберется это делать когда-нибудь что нибудь объяснять что он делал это так получилось таким образом другие гитару другую двадцатку можно менее украсить богато да чтоб она была видна что это второй сорт а третий сорт уже не брак это просто очень хорошие гитары очень добротно собраны но по внешнему виду мы будем понимать что вот это стоит 10 тысяч долларов это стоит 8 тысяч долларов а это стоит 6 зачастую происходит как на фабрику берут материал украшают в окрустации наливают прекрасный слой удивительного янтарного лака полтора миллиметра и говорят эта гитара стоит 10 тысяч долларов гитара это музыкальный инструмент музыкальный инструмент измерительный инструмент weaving нам покажет миллиметр его доли а инструмент музыкальный должен вам выдавать ноты определенного качества определенной силы и определенной окраски то есть если вот так вот сделать выжимку и сказанного то получается что полностью предугадать звучание инструмента, что при фабричном, что при индивидуальном производстве, невозможно. Дерево очень неоднородный материал. Если мы, например, возьмемся за производство струн, вот я разговаривал с мастером, который делает струны. Вот если мы возьмем квадратный миллиметр металла, он будет вот такой однородности. В принципе, может быть, даже искомый. И твердости, и спектрально все правильно. Теперь возьмем квадратный метр этого металла. Вот в этом квадратном метре этого металла, вот этих кубиков, неисчислимое множество, я не знаю, какая там это можно умножить, конечно, сколько квадратных миллиметров в кубометре. Очень, очень большая неоднородность. Это даже металла, который выплавляется, вот одна плавка в мартене. Одна плавка мартена может отличаться от соседней плавки мартена чуть-чуть, но это будет уже другой металл. А, соответственно, при мельчайшем исполнении, при вытягивании проволоки, это даст ее неоднородное вытягивание. Это даст ее неоднородный вес по длине. Это даст, как бы, тяжелая часть этой вытяжки будет сильнее колебаться и нарушать общую картину. Это металл. А что такое дерево? В дереве, в бревне, вот даже рядом диаметрально противоположные частички уже другого состава. Как можно предугадать? Есть ли такая вещь, как разыгрывание гитары? Если она есть, то в чем она заключается? Честно говоря, скорее всего, это какой-то физический процесс. Его я объяснить не могу. Я думаю, из моей практики, просто если я беру гитару и на ней играю, я вижу, что она играет, и другое, я вижу, что она не играет. У нас, когда мы были молодыми мастерами, ходили со своими инструментами на сдачу, то есть на, ну, как бы, всероссийский конкурс был каждый месяц. Инструменты все проигрывались, ставились баллы, из этих баллов составлялась наша зарплата. То есть каждый месяц был всероссийский конкурс в Москве на фабрике. Тогда мы между собой, у нас было это разыгрывание, то есть в кавычках, потому что все, конечно, делали, ставили струны вот накануне. Естественно, нейлоновые струны, они пока обтянутся, пока отыграет гриф, пока поприсядет дека, пока гитара воспримет по-настоящему все вот это напряжение струн. Когда ты ставишь струны на новый инструмент, новый, новый совершенно, вот сделанный тобой или каким угодно, она даже, и даже тогда понятно, что она будет играть хорошо или не будет. То есть получилась гитара или не получилось. Куда работать, там, с толщиной деки, с профилем деки, с пружинами. То есть мастер уже получал. Но гитара начинала играть день на третий. И все старались сделать, конечно, хотя бы за три дня до сдачи. И мы это называли, гитара разыгралась. То есть, когда с фабрики инструмент идет, у него струны все сняты. В магазине их в первый раз настраивают чуть ли не продавец, доставая из коробки. И человек, когда приходит домой и начинает играть, вот за это время, там, за недельку, вот все, что происходит с гитарой, обтягиваются струны, отыгрывает гриф, натягивается нормальный анкер, проседает, там, вспучивается дека. И гитара начинает играть лучше. То есть она в свое рабочее состояние приходит. Вот это я могу назвать разыгрывается. А то, что гитара, например, там, 100-летней давности играет лучше, чем гитара, хорошая гитара месячной давности, она так играет, потому что она за эти 100 лет умудрилась прожить. Значит, ее кто-то полюбил, кто-то ее берег, кто-то ей не растопил печку, кто-то ей не дал по голове, как бесполезным предметам, другому в пьянке. Вот до нас дошли через века инструменты, которые действительно играют. Не потому, что они 100 лет разыгрывались, а просто они и раньше играли, и сейчас играют. Это вот мои наблюдения, это мое мнение, вот это мой ответ на этот вопрос. Массеровой инструмент, если вот эта плоскость, линия овечайка, то здесь идет спуск на нижнем клетце миллиметра на два на три. То есть дека как бы ломается по подставке. Это очень хорошо видно на старинных мандолинах неаполитанских. Там дека прям ломаная. Соответственно, от этой плоскости идет купол через пружины. И просто достаточно посмотреть на гитару при покупке под натяжением струн сбоку. Если перед подставкой гитара не потеряла свод, а за подставкой не надулся пузырь, а дека ровная, то такая гитара, разыгравшись через неделю, здесь чуть-чуть вспучится, здесь чуть-чуть просядет и будет ровный купол. И вот тогда она начнет играть в полный рост. А если она сделана плоской, то через неделю у нее перед подставкой просядет, а за подставкой вспучится. Это то, что мы видим. На самом деле в гитаре много чего происходит. И обечайки наклоняются, и нижний дек растягивается. Это то, что мы видим, это как бы то, что простое и максимальное. Гитара прекратит свое хорошее звучание. А если гитара с искривленной S-образной искривлением деки хорошо играет, и ей поменять пружину поясную, переклеить подставку, то есть сделать ей смутно, она, конечно, заиграет уже очень. То есть, если она в плохом состоянии. Как говорит, троллейбус самый быстрый транспорт в Москве, потому что он привязанный так быстро ездит. А если его отвязать? То же самое, если гитара чуть-чуть, чуть-чуть домастеровить, допрофессионализировать, если она уже хорошо играла. Она, конечно, будет лучше играть. И, конечно, если гитара играла хорошо, и с ней что-то случилось, если сделать неправильный ремонт, она, конечно, будет играть хуже. Вот представим ситуацию. Молодой человек, ну или не очень молодой, пришел в магазин, и он хочет купить себе гитару. И приходит он в магазин, и глаза у него разбегаются, потому что эти гитар там этих видимо-невидимо. Как ему с одной стороны выбрать себе инструмент, а с другой стороны купить себе именно гитару, а не изделие для декора? Человек, который не разбирается в музыкальных инструментах. Человек, который, например, очень-очень неимоверно богат. Он может прийти просто в специализированный магазин. У таких людей обычно есть советники. Обычно его учитель музыки, который будет из него деньги получать, он придет и купит себе, например, гипсон или мартин. Заведомо хороший инструмент, заведомо дорогой фирмы. Продержав этот инструмент 40 лет у себя дома, и может быть так и не научившись играть, он может как минимум за эти же деньги отдать. То есть, эти инструменты не дешевеют. А если человек хочет купить, то есть, у него есть ограниченный бюджет, как сейчас говорят, бюджетная гитара, соответственно, он будет рассматривать инструменты, скажем там, от 8 до 15 тысяч рублей. Тут, конечно, море и богатство различных инструментов, различных фабрик, различных даже, а как потом выяснится, и конструкциями. Здесь, в принципе, нужно выбрать инструмент, который бы его не разочаровал лет через пять, если он научится играть. То есть, надо все-таки выбрать инструмент с настоящей живой декой верхней. Живая дека, она тембрально больше окрашивает звук. Гитара из переклеенного шпона, она может быть ярко и четко давать звук, но он не тембрально окрашен. Он бедный по насыщению. А с живым материалом, то есть, настоящим массивом, звук более приятен уху. Но есть другой вопрос. Можно на это живое дерево налить полтора миллиметра лака. И, собственно, тогда уже не рассматривать его как живое дерево. То есть, опять же, посмотреть, чтобы гитара была, чтобы слой лака был не очень толстый, и чтобы верхняя дека не была искривлена сразу же после натяжения струн. Очень много можно выбрать инструментов в таком ценовом диапазоне в магазинах. А дальше уже, так сказать, став на коне, научившись играть, уже можно подумать о той гитаре, которая тебе очень нужна. Но если купить такую сразу, то она, может быть, всю жизнь будет с тобой. И не будет тебя досаждать своим нехорошим звуком. А вот сразу будет хороший звук из-за того, что дерево теплоту дает. И они обычно очень аккуратно собраны. Чем отличается правильный ремонт от неправильного? То есть, чего нельзя делать категорически при ремонтах гитары? И что делать необходимо? Это очень широкая тема для разговора. Широчайшая. В принципе, очень многие гитары построены на фабриках по обходной технологии. То есть, так как внешне и придать хороший вид, и чтобы она была похожа на музыкальный инструмент, упустив все возможные подробности. Очень часто, например, такие гитары покрываются цветным лаком сверху, а не тонируется подложка. То есть, как грунт, потом цветной лак, потом идет слой лака прозрачного. Что нельзя делать с такими гитарами? Их почти что нельзя склеивать. Потому что, как только ты начинаешь их склеивать, верхний лаковый слой чуть-чуть не совпадает. Невозможно точно попасть, потому что злопнуло, а потому что дерево усохло. Ты начинаешь шлифовать, образуются сразу вот эти белые поверхности. Значит, надо инструмент лакировать после этого. То есть, нельзя, например, выбрать подставку по ее краю. Потому что цветной лак будет крошиться. И вот мы видим подставку, как ее клеят на фабрике. То есть, внутри выбрано и приклеено к дереву. Но под подставку заходит лак. Соответственно, снаружи, если мы смотрим, видим очень аккуратную приклейку. Но подгонки тут нет. И звук передается сначала на клеевой шов, а потом уже на деку. То есть, при ремонте, если такая подставка, она вот отскочила, если мы при ремонте, договорившись с клиентом, вот так вот все обрежем четко и приклеим ее к дереву, звук у гитары улучшится. Улучшится сразу. А если мы переднюю грань сделаем сферой и будем приклеивать через вот такой вот пуансон, тоже выгнутый. То есть, мы подтянем под себя деку. Сделаем перед подставкой вот эту вот выпуклость из кома. То звук тоже улучшится. То есть, это вот и есть грамотный ремонт. Когда при ремонте звуковые и прочностные качества инструмента улучшаются. К сожалению, на гитарах не в больших ценовых уровнях это сделать. Если это сделать, то можно очень сильно нарушить внешний вид. Но при этом улучшить звуковые свойства. Но это уже не будет никому интересно. Есть вот гитары, которые так сделаны. Вот чешские гитары, болгарские гитары. На них можно делать прекрасные улучшательные ремонты. Потому что они сделаны по старым системам, по традиционной технологии сборки. А что клиент больше хочет видеть в результате ремонта? Это внешний вид или это все-таки улучшенные звуковые свойства? Мастер должен обращать внимание на то, какой инструмент отдает своему заказчику. Не взирая на то. Не делать так, чтобы он ухудшил свои внешние качества. Но если мастер знает, что это сделать нельзя, то лучше и не делать. Потому что потом будут обращать внимание на то, какой внешний вид у инструмента. Это так устроен человек. Нужно, чтобы все было аккуратно и ровненько. Поэтому если мастер, мастер в том и заключается, что если он знает, что внешний вид инструмента нарушится и требует требоваться перелакировка. А перелакировка это страшное дело. Это снятие лака. Это шлифовка опять дерева. Это поднятие его ворса. Это грунтовка. Это опять нанесение в специальных камерах лака. Это очень дорого. Это несоразмеримо со стоимостью инструмента. То тогда лучше такой ремонт не делать. Или делать, но уже полный цикл. Либо делать уже полный цикл. Но это, если человеку озвучить такие цифры, то, я думаю, что никто не согласится. Сергей Львович, ну и в завершении нашего сегодняшнего разговора. Если взять вашего клиента, вашего заказчика и попытаться нарисовать такой усредненный портрет. Кто это? Это профессиональный музыкант или это продвинутый любитель или это просто коллекционер. Кто вот он, если попытаться нарисовать такой усредненный портрет? Мой клиент это мой учитель. Я хоть и старенький, вроде как и опытный, но ошибаюсь. И каждый клиент это. Я на каждом клиенте учусь работать лучше, работать грамотней, работать аккуратней. И я очень хочу, чтобы когда я отдавал починенный инструмент человеку, чтобы у него на лице была только положительная эмоция. И через месяц игры на починенном моём инструменте у него, он про меня забыл. Что я существую на свете. Это значит, я очень хорошо всё сделал.